Здравствуйте друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня рад представить вашему вниманию такое декоративное растение как туя смарахт Вырастает, она довольно таки высокая, колоновидная, 2-2,5 метра в зависимости от того, как вы ее будете стричь потому что она очень любит стрижку, также ее выстригает спиралевидной формы Довольно таки необходимое в каждом ландшафтном дизайне растение Вот друзья, у меня туя смарахт, высотой уже более 2 метров где-то высота 2,30 Не очень она у меня хорошо выглядит в плане эстетики, потому что стригу я ее исключительно на черенки и во время стрижки не уделяю должного внимания эстетизму Использую растение как маточное растение Тем не менее, видите, туя довольно таки неплохо растет Зеленая Прекрасно себя чувствует Довольно таки неприхотливое растение Не нуждается в частом поливе Здесь у меня вот поменьше около метра Туйка посажена по-моему в позапрошлом году И вот за года полтора она выросла грубо говоря в 2 раза Сегодня я буду разбирать такой вопрос как пересадка полуторагодовалой туи из литровых контейнеров потому что корневая система как вы можете видеть уже вылазит наружу и растению довольно таки тесно в таком небольшом контейнере Эти растения получается не продались в этом сезоне цена их была около 2 долларов тем не менее какое-то количество осталось ну, как вы понимаете это не проблема скорее даже наоборот потому что пересаживаются растения в большей в большей емкости контейнер соответственно вырастает и цена увеличивается как-то так вот эти вот растения я буду пересаживать в гровбэги это горшок-мешок про преимущества я останавливаться не буду оставлю на видео подсказку можете перейти на мое видео где я подробнее разбираю что такое гровбэги итак нам необходимо извлечь растения из контейнера то есть для этого стараясь не повредить вот эти корни которые повылазили мы их распушаем и соответственно помещаем уже в новый контейнер большего объема и соответственно уже торфосмесью добиваем по краям касательно торфосмеси здесь получается у меня смесь торфа и сыпца обыкновенного где-то в пропорции один к одному вполне довольно таки питательная питательный состав получается и довольно таки недорогой то есть потом впоследствии это было приятно скажется на стоимости растений потому что как вы понимаете и сам гровбэг и объем земли в частности здесь 10 литров он уже повлияет на стоимость конечного растения но это будет через несколько лет когда растение станет большого размера где-то около метра соответственно будет и продаваться уже на порядок дороже таким вот образом если получается немного криво то есть ничего страшного потому что растение со временем за год-два оно конечно выровняется само по себе далее что касается допустим вот такого плана растений где вот много от основания веток отходит то есть как вы можете видеть то соответственно их надо удалить потому что ствол у туисмарахт он более эстетично выглядит когда он один то есть все остальное мы удаляем то что в перспективе может быть помешать нам так сказать ну как-то так нарушили эстетику внешний вид но тем не менее это благоприятно повлияет на растение потом в перспективе когда один ствол то есть можно будет выстригать спиралью их если два ствола на туисмарахт то уже спиралью она не выстригается то есть растет как колонна далее горшок который остался мы используем также повторно к счастью у нас есть черенки этого года то есть то что черенковалось зимой довольно таки неплохие корни уже у черенков черенкуется туисмарахт хорошо корневая нарастает массивная и можно уже если черенковалось зимой феврале то можно уже к лету высаживать соответственно уже укорененные черенки то есть вот так таким вот образом они выглядят черенкуется точно так же как большинство можжевельников технология одинаковая у меня есть на канале видео я оставлю подсказку можете посмотреть то есть в принципе точно так как черенкуются можжевельники соответственно таким же образом черенкуются и туи ну вот этот горшок который мы используем литровый остался у нас соответственно мы его используем под новые черенки таким образом у нас получается такая себе конвейерная замкнутая система то есть те растения которые не продались соответственно мы пересаживаем больший объем и в эту назовем ее так тару садим уже растения то есть черенки и получится у нас разная ценовая политика то есть будут растения небольшие и дешевые будут растения уже подросшие и более дорогие то есть те кто не хочет ждать выращивать уже приобретет большие полноценные растения по поводу что касается черенков то есть можно садить так оставить вот эти вот а можно сразу немного почистить удалить в процессе то есть в процессе роста придется еще ее постригать удалять лишние ветки ну на данном этапе можно оставить и так дабы не причинять растению совсем уж большой стресс я сажу стараюсь садить все растения с разной корневой системой то есть есть черенки у которых слабая корневая система слабо развитая тем не менее я им также даю шанс на выживание сажу их так же само воршки и уже потом зависит все только от растения выживет оно или нет но тем не менее сажу я не только с мощными корнями а также сажу и слабой корневой системой и большая часть из своего опыта хочу сказать что все таки приживается и вырастает красивое большое растение хоть и немного отстает в росте но тем не менее ну собственно говоря далее в том же духе продолжаем то есть эти растения пересаживаем в грофбеги эти соответственно в освободившиеся контейнеры и помещаем уже на постоянное место под полив сейчас я вам продемонстрирую это друзья черенки то есть марахт которые я высадил в литровые контейнеры то есть свежие черенки этого года как видите некоторые подвяли и немного подсохли ну это ничего страшного то есть растение может отойдет ну если погибнет ну такова судьба что поделать но во всяком случае шанс ему был предоставлен видимо слабый корень и растение как бы подсыхает но это не показатель очень много примеров когда растение потом отходит становится зеленое красивое и даже обгоняет в росте своих соплеменников скажем так а это друзья смарагды которые были в литровых горшках которые мы пересадили в 10-литровые грофбэги и они теперь будут расти здесь до высоты ну скажем 1 метр пока не попадут к своему покупателю спасибо за внимание кому информация была полезна подписывайтесь на канал ставьте лайки дальше будет много интересного разводите декоративные растения удачи вам всего доброго